Пластиковые стаканчики Красители Морская волна И белый Также нам потребуется фен для эмбосинга Для раздувания нашего узора Поехали К сожалению, моя силиконовая форма вторая потерялась И мне пришлось сделать еще одну Использовала в данном случае я силикон эластолюкс платину 33 И совсем капельку изумрудного красителя для силикона В сравнении с этой формой Она сделана из силикона пятнашки Смотрите, как она растягивается Вот эта форма не растягивается в принципе Она создана для простых мастер-моделей То есть заливать кристаллы этим силиконом, конечно же, не стоит Поскольку вы просто эти кристаллы не вытащите и сломаете Итак, нам потребуется, как я уже сказала, белый цвет и морская волна Разливаем смолу по стаканчикам Смолы с красителем нам нужно совсем немножко Поскольку я не хочу яркости Мне хочется пастельных оттенков и нежных Вот такого количества для красителей будет достаточно Эту смолу оставляем в стакане в прозрачном виде Почему мы в данном случае используем смолу с черной этикеткой? Мне необходимо, чтобы сейчас утром я залила свои будущие блюдца И чтобы к вечеру я могла эту форму уже опустить на тарелочку Если мы будем заливать жидкой смолой, то к вечеру форма не встанет И опуская ее на блюдце, она просто растечется по стенкам Поэтому уделяйте этому особое внимание Выбору смолы А также хорошенько размешивайте краситель в смоле Теперь будем наливать эпоксидную смолу За счет разной очередности цветов У нас будут получаться разные рисунки После высыхания вы сами это заметите Один из эффектов виден уже сейчас Продолжаем Можно немного раздуть феном И продолжаем заливать Конечно, цвет для силиконовой формы я выбрала не самый удачный Поскольку у меня все сливается Но я думаю, вы меня за это простите И на это очень надеюсь Можем немножко пройтись шпателем внутри формы То есть, в принципе, вы можете добиться любого эффекта Просто экспериментируя С разницей слоев смолы Цветной, прозрачной Допустим, если вы подержите эпоксидную смолу на водяной бане Она станет максимально вязкой И, конечно, цвета будут меньше смешиваться И накладываться как бы послойно друг на друга Поэтому пробуйте и экспериментируйте В любом случае нужно понимать Что в процессе отверждения смолы рисунок изменится А вот как он изменится Мы можем узнать только через сутки Смотрите, как смола себя ведет Вот это у нас раздутый феном Это нет Все Теперь в таком виде оставляем до полного отверждения смолы Наши будущие блюдца И смотрим на результат В итоге я добавила немножко жидкой потали В серединке вот этой смеси Золото-серебром Также я нашла силиконовую форму В итоге у меня сейчас все три формы из разного силикона И я хочу положить полиэтилен на каждую подставку Для того, чтобы в дальнейшем, когда буду укладывать на тарелку свою подставку Чтобы она у меня изгибалась вместе с полиэтиленом То есть, чтобы не образовывались заломы Для этого я отодвигаю подальше каждую подставочку И кладу на нее полиэтилен Главное класть чистый и по центру Вот таким образом И то же самое с этой подставкой Аккуратненько укладываем И прижимаем Конечно, какие-то складочки останутся Но это не страшно Главное, что общая форма у нас будет ложиться Точно по заданному образцу Заливала я подставки Они же будущие блюдца Часов в 11 утра Сейчас уже 9 Вот, все гнется И самое время перенести подставочки на каждую тарелку Вытаскиваем из формы Аккуратненько Кстати, полиэтилен очень в данном случае в тему Потому что иначе было бы неудобно вытаскивать из формы Мои заготовки Вот таким образом Смотрите Как все красивенько Пока что устанавливаем на тарелочку И так с каждой В прозрачной форме вообще все отлично видно Кстати, вытаскивать из этой формы проще всего Смотрите Как здорово Так, но это у нас получается внешняя сторона А я хотела, чтобы это было внутри Поэтому, что мы делаем Мы делаем следующее Я отрезаю новый полиэтилен И переношу все вверх ногами Вот таким вот образом И с полиэтилена снимаем То же самое здесь Таким образом, вы можете выбирать рисунок Какой вам больше понравился С одной стороны или с другой Из пятнашки силиконы тоже отлично вытаскивается Уложили целлофан И переносим Теперь необходимо надеть перчатки Поскольку смола еще местами липнет Аккуратненько укладываем на форму И немножко пройдемся феном Для того, чтобы появился снова блеск Вот смотрите Хочу вам показать поближе Есть следы от пальцев Заломы Немножко погрели И снова появляется глянец Так делаем со всеми блюдцами Все Они снова глянцевые и красивые Покажу вам поближе И так же можем поформировать Поскольку смола становится мягкой На какое-то время И потом резко схватывается Вот даже смотрите, как уходит след Достаточно просто потереть это место И пальцы уходят Следы от отпечатков Все, сформировали И оставляем до того момента Пока смола наберет твердость Итак, подставочки Они же блюдца уже полностью застыли Можно снимать полиэтилен Единственный момент Мне не нравятся вот эти вот вещи На камере плохо видно Где соприкасался полиэтилен С подставкой Образовались такие некрасивые участки Чтобы нам избавиться от четкой границы дна Как вот здесь Мы можем повернуть тарелочку Уложить туда подставку И способом прогревания Ее немножко выровнять Очень важно сильно не давить На подставку в момент прогревания Поскольку вы можете ее сломать То есть таким же образом Можно сделать цветы Сформировав лепестки Например, панно Да в принципе, что угодно Теперь я хочу замешать немного смолы Для того, чтобы добавить блеска Дну Вот сейчас хорошо видно Поскольку прогревать придется очень И очень долго И естественно форма наша деформируется Вот так выглядит блюдце Уже залитый центр со смолой Дополнительно для глянца Смотрится очень красиво Вот такие три штучки Также я сделала еще три Чтобы у меня был комплект из шести штук На самом деле во время этого проекта Я пробовала разные варианты Чтобы получить красивую форму То есть мы переворачивали и так И укладывали вниз Я клала утяжелители в центр Чтобы подставка у меня уже не поднималась В процессе окончательного отверждения Для того, чтобы выбрать для себя Самый оптимальный вариант И вот такой вариант я считаю самым оптимальным Почему? Потому что когда я заливала вот этот вариант От пленки остались вот такие заломы Которые с помощью дозаливки смолой Убрать мне не удалось Это выглядит неаккуратно Не очень красиво Поэтому от такого способа я решила отказаться Плотный полиэтилен подходит для этих целей лучше всего Никаких заломов он не образовал Остался глянец И красивый центр Многие из вас спрашивали Как отходит полиэтилен от подставок Вот смотрите Отлично отходит Любой целлофан, любой полиэтилен Отходит от смолы очень хорошо Поэтому рекомендую использовать именно его То есть получается вот такой комплект Из шести штук Единственный момент, конечно, неудобно Это все хранить друг в друге Поскольку форма разная И одно блюдце в другое не очень хорошо входит Но я такой формы и хотела добиться Поэтому я как-то это переживу Теперь следующим шагом у нас будет Обработать торец каждого блюдца на гравере Для чего это нужно? Для того, что когда мы будем покрывать поталью Жидкой Мне необходимо, чтобы была шершавая поверхность Таким образом поталь будет держаться на торцах гораздо лучше Поэтому вооружаемся гравером У кого нет, можете воспользоваться наждачной бумагой И делать все это вручную Вот смотрите, можем взять наждачку-соточку И пройтись по всем торцам Для мотирования Это не очень быстро И если вдруг у вас есть гравер Вы с этим справитесь гораздо быстрее Поехали Не забываем про защиту органов дыхания И желательно перчатки Я одевать не буду Поскольку я так хуже чувствую материал То есть в принципе на одну блюдцу не уходит более пары минут Фактуру нам важно не убирать Поскольку именно на ней смотрится красиво Жидкая поталь Главное убрать всякие острые элементы Вот такие И заматировать И то же самое делаем с остальными Убираем пыль кисточкой И желательно влажной тряпочкой Чтобы убрать остатки опыла Теперь берем жидкую поталь Мне очень понравилось использовать сразу два цвета Золото и серебро Для получения немножко другого оттенка золота Более легкого Так блестит, все сложно показать И кистью наносим по всему торцу Я захожу немножко внутрь блюдца И снаружи Поскольку натуральный срез камня Также имеет несовершенство Которые мне бы хотелось показать И проходимся так по всем блюдцам Все блюдца украшены Смотрятся очень красиво Теперь останется только их применить Друзья, если вам понравилось мое видео Ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал И рекомендуйте видео К просмотру своим друзьям А с вами была Алиса И Катревич Водентарт Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok